Пока все готово лишь на чертежах. Реконструкцию нового корпуса центра «Журавлики» начали в июне 2018-го. Закончить планируют к декабрю этого года. Но работы еще много. Строителям досталось аварийное здание. Когда мы пришли на эту площадку, здесь здания как такового уже не было, были остатки. В целом был лишь фундамент. Пришлось снести все. На реконструкцию потратили почти 200 миллионов рублей краевого и федерального бюджетов. Сегодня уже готовы стены, тепловая камера, проведены коммуникации и электричество. Достаточно широкий дверной проем, который позволяет проехать непосредственно на коляске в санузе. И там будет полностью оборудован дополнительный держатель, поручник. После масштабной реконструкции площадь здания увеличится в три раза. Появится бассейн, грязелечебница. Ежедневно будут принимать на 100% больше, чем раньше. Все вместе. Это должно сократить время ожидания реабилитации. Сейчас дети ждут по два месяца. Кстати, новые журавлики будут принимать не только детей, но и взрослых людей с инвалидностью. Правда, пока в новом центре некому работать. Будет увеличиваться штатное расписание непосредственно на 30 единиц, где будут включены как медицинские работники, так и психолого-педагогический состав. Пожалуй, главная проблема нового центра – его место. В строящемся корпусе реабилитационного центра «Журавлики» не будет стационара. Добираться на процедуры с одного корпуса в другой пациентам, в том числе малоподвижным, придется самим. Но автобусы по улице Тихонова не ходят. На решение этой проблемы есть как минимум полгода. Дорида Миллер, Илья Халяпин. День с толком. Продолжение следует...